Здравствуйте, меня зовут Артём. Вы смотрите мой видеоблог, посвящённый Терену Терен Сан Терен. Судя по вопросу, который провёл Арни в своей группе Ультра Терен, люди гораздо больше интересуются пока что пенополистиролом, чем ПВХ. Так что в первой части обработки материалов мы поговорим именно о пенополистироле. Вот обычный 5-сантиметровый пенополистирол. Жёлтый, фиолетовый, на самом деле они абсолютно одинаковые, разве что у жёлтого чуть более глянцевая поверхность, а плотность и способ обработки абсолютно одинаковые. Видите, вот 5 сантиметров. Если у вас нету терморезока стационарного, то проще брать пенополистирол потоньше, то есть 2,5-3 сантиметра, если найдёте. Но у меня в броне было, это были просто осколки, поэтому только пятёрка-утеплитель самый лучший. Вот. Так. Ну что ж, начнём. Вырабатывать будем самое простое, издаталивать, это холм. Вот. Предварительно срезаем аккуратненько этот бортик. Он достаточно аккуратный, понадобится она где-нибудь в дальнейшем. Сейчас его можно просто отрезать аккуратно и убрать куда-нибудь. Так, ножку, да. Так, нож такой большой нам холм не нужен. Возьмём половину этого. С ножом работаем аккуратно, лезвие, потому что он выдвигается достаточно далеко. Смотрите, чтобы не соскользнуло по пальцам. Резов несколько лучше делать, так надёжнее, потому что если пытаетесь одним большим, получается, как правило, не очень аккуратно. Хотя при изготовлении холмов у нас это практически не интересует. Так, это только отложим. Вот мы получили такой пенопараллепипед, скажем так. Но таких холмов, понимаете, сами не бывают, поэтому мы его маленько. Не скруглим. Ну, ещё не бывает. Так, вот эти вот обрезки, в принципе, но из них можно камни потом понарезать большие, если хотите. Но обычно вот, если таких холмов нет, то лучше выбрасывать, чтобы не копить мусор. Вот, здесь делаем также небольшой холм. Делать будем обычный ГВ-шный холм. Сажем так, как у нас нет. Упс. В инструкциях, как делать пирейн, написано. Вот, в принципе, на самом деле, кому-то и такого будет хватать. То есть, если вы делаете какую-то там другую планету, то есть такая вот каменюка, она вполне уже может себя оправдовать. Вот, ну, мы чуть-чуть с ней ещё поработаем. Делаем вот такие разрезы, надрезы. Добавим, так сказать, текстуру. Можно глубже, можно более тупой углу делать. По периметру сначала по таким вот плоскости. Вот, всё. Напоминаю, что с ножом аккуратнее. Нож используйте всегда, лезвие ножа. Старайтесь более-менее часто менять, потому что тупица. Я вот использую Олфу, но даже она, допустим, не панацея. Хотя, конечно, работает в среднем, ну, раза в 3-4 дольше лезвие живут, чем обычные какие-нибудь там стайры или какой-нибудь китайский ноу-нейм. Обычно, обычно, что ещё можно про подобный такой тренд сказать. Лучше использовать подставки, но для холма тут по желанию, честно говоря. Можете использовать, можете нет. Я, честно говоря, в этот раз подставку пока не подготовил. Я думаю, делать её или нет. Ну, наверное, сделаю, чтобы было покрасивее. Потому что подставка несколько облагораживает террин. Всё равно тот, который вы ставите на какой-то на плоский стол. Такая своеобразная рамка для картинки получается. Первую плоскость, получается, по периметру прошли. Мусор убрали. Ну, так получилось. Теперь будем текстурировать вот эти вот части. Делается всё это достаточно быстро с обычным ножом. Мы не будем ничего усложнять пока что. Видео это, по большому счёту, для самых-самых новичков. Старых зубров, я думаю, это будет совсем неинтересно. Многим даже, да, не нравятся вот такие холмы. Я говорю, что это слишком примитивно, скучно. Я так не считаю, считаю, что вполне достаточно интересно. Просто... Почти закончили. Сегодня мы просто сделаем вот этот холмик. мы красить его не будем. Значит, возьмём это у нас так много времени. Покрасим потом отдельно. Так. Ну, вот, собственно говоря, вся база у нас готова. Вот такой холмик. Возьмём какую-нибудь модель. Вот. У нас тут скрип есть. У нас покрашены. Вот. Всё это видите. Можно спрятать его. Можно поставить наверх. Хотя наверх обычно ставят каких-нибудь там снайперов, либо грудийные расчёты. Вот. Вот. Вот такой простенький холмик. Ну, чтобы он совсем у нас не был простым, мы его чуть усложним. Мы возьмём клей ПВА. Песок. И возьмём вот такое вот корыто. Корыто штука полезная. Даже по размеру подошло. А, предварительно, кстати. Ещё один. Причём начать всё это дело смешивать. Нам понадобится ещё вот такой вот шарик из фольги. Можете взять обычную, которая в каждом супермаркете. Можно немножко побегать и найти фольгу, так называемую, для барбекю. Она более плотная. И когда вы шарик скатаете, у вас вот эти острые уголочки достаточно долго будут вам служить. Для чего это надо? Берём. И вот так вот прокатываем поверху. Ну, что где-то вот у вас, допустим, песок не всегда будет. Где-то там флоком можно будет использоваться. А вот такая вот текстурка. Она даст такую именно землистую, то есть каменную что-то. В общем, уже не плоскость будет. Надеюсь, видно, он уже стал такой шероховатый. Так, для чего нам нужно корыто? Можно взять просто газету расстелить. Но с газеты всё равно потом что-то тогда слетает. Вот с такого корыта оно как-то почти ничего не теряется у нас. Берём ПВ, какую-нибудь такую в меру большую кисточку. Наносим ПВ. Слишком густо не надо, слишком долго, потому что сохнуть будет. Слоем, к примеру, тонким. Наносим клей. Кисточку забросим в баночку с водой, чтобы она не высохла. И ПВ нам её не слил, нам её ещё пользоваться. Берём песок. Вот здесь у меня смешанный. Можно ещё добавить, здесь у меня целая банка пробки. Вот видите, достаточно толстый слой, поэтому сохнуть в меру долго. У меня грызки пробки. Сначала нанесём пробку. Это будут, скажем так, большие камни. С холодами есть нюанс. Слишком большими камнями тоже всё-таки делаем террейн. Это значит, что там миниатюры где-то должны будут стоять на нём. Не перестарайтесь с большим количеством деталей. Нам всё-таки нужна не диорама, а рабочий кусок террейна. Вот тут пары камней хватит. То есть двух-трёх снайперов поставить можно. Какие-то там знаковых менять. Вот скажем так. Всё берём спокойно, так всё дело. Засыпаем. Придавливаем, чтобы оно с песочком получше. И, в принципе, оставляем. Ну, ПВА сохнет достаточно быстро. Ну, как быстро? Опитимально часов-то 3-4, чтобы оно отстоялось. Потому что, если вы много ПВА налили, он может и 6 и 12 часов отстаиваться. Я обычно всё делаю вечером. Вестерейн, как правило. То есть я вот так вот сейчас засыплю. Завтра уду на работу. Вечером вернусь. Песочек стряхну лишний. Вот в эту же корыца. И можно уже красить. Чистой совестью называется. Наносить грунты. Либо без грунта. В принципе, пенополистиром можно лучше гарантовать на самом деле. Но об этом поговорим отдельно. О покраске, о грунтах. Вот. Как видите, получается достаточно быстро. Просто. Вот. Любой там может сделать. Начинающий и так далее. Для более продвинутых есть другие техники обработки. Вот. Мы их коснемся в отдельном видео. То есть именно от механической обработки. Вот. Я думаю, оно будет следующим. Возможно. Нет. Вот. Вот. Ну. На сегодня, пожалуй, все. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Жду ваших отзывов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...